Ребята, всем большой привет! Новый влог, я его снимаю в потрясающем настроении, у меня только что буквально уснул сын. Ой нет, смотрите, еще даже не совсем уснул, но сейчас как раз я вам покажу, как мило он засыпает. Мы его покормили молочком дома, вышли погулять и он уснул. Сейчас как раз идеальный тайминг, потому что мы планируем пешком идти до нашего парка ближайшего, это минут 20, и как раз он будет спать все это время. И когда мы уже придем, наверное, в какой-то момент он проснется и мы уже сможем вместе гулять в парке, на площадке играться. Кстати, я забыла вообще все игрушки, очень плохо, может сейчас сгоняю. Потому что мы заметили, ему очень интересно на улице свои игрушки, как-то, знаете, там, рассматривать, играться с ними. Короче, без игрушек выходить нельзя. Такой вот он модник, зайка мой. Мой муж вышел с кофеечком. Оск, я забыла всякие игрушки. А ты чего найдешь? Когда он проснется, чтобы он играл. Он со мной будет играть, да? Ладно. Только что сказал, что не нужно забывать. И в итоге идем без них. Ладно, найдем чем заняться. Как погода тебе? Кайф. А для наушники, чтобы уши не продували. Да, всегда говорю, потому что люди потом пишут, что, типа, он что, не хочет с тобой разговаривать? Нет, у него просто уши, не знаю, что это, продувают. Короче, ему больно от ветра. Отит. И поэтому он надевает в ветреную погоду наушники, когда шапка не нужна. Вот наша булочка. Оск взял себе протеиновый шейк. Молоко плюс протеин. И попросил добавить туда эспрессо в кофейне. Пахнет здраво. Интересно, какой есть напиток? В кофейнях я не видела никогда протеиновый кофе. Пробуем. Ну, это, знаешь, как молочный кофейный коктейль. Умеет место быть. Особенно для тех, кто хочет совмещать приятное с полезным. Протеин же важная штука. Но. Раф. Конечно, лучше. Вкусно. Мне нравится. Наши дома. Если еще сюда добавить лед. Да, да. Вам без накида. Да. Представлю, что эспрессо не горячий. Он взял напиток теплый. У нас достаточно так тепло, но прохладно все равно. Поэтому будет гулять под пледом. Моя булочка. Ох. Любуюсь им бесконечно. Девчонки, мы пришли в парк. Дошли. Минут 15 шли. Так легко дошли. Когда болтаешь, когда есть о чем поговорить, всегда хорошо. Мы сейчас с Оском шли. Я у него спрашиваю. Как думаешь, нормально, что мы так любим с тобой говорить о работе? Рассказывать, как у нас там дела в рабочем плане. И в целом обсуждать какие-то бизнес-идеи на будущее. Потому что, с одной стороны, кажется, что все пары в интернете, они такие, типа, ну вот, мы сделали такое правило. Вечером мы не разговариваем о работе, стараемся, как бы, минимизировать это. И у меня даже складывается из-за этого ощущение, что, типа, так нельзя. Но, блин, а если вы молодые, амбициозные, и вы хотите добиться очень многого в этой жизни, насколько это плохо, что вы действительно обсуждаете это очень много? То есть мы, как бы, очень многое вещи обсуждаем. Нам всегда есть о чем поговорить. И семейное, и просто о чувствах, переживаниях. Но при этом работа – это то, о чем мы говорим очень много. Потому что мы партнеры в плане работы, можно так сказать. И у нас много планов на будущее. Поэтому не говорить об этом все равно, что не двигаться вперед. Поэтому я немного не понимаю вот этой общей тенденции, что, типа, мы стараемся минимизировать работу дома. Я понимаю, что это значит, что вы говорите об этом, типа, на работе. Если вы реально партнеры, у вас там офис или еще что-то, днем говорите. Но, не знаю, мы бывает просто до ночи обсуждаем очень много рабочих вопросов. И кайфуем от этого. Прям кидаем друг другу классные идеи, поддерживаем друг другу, короче, классно. Мне это нравится. Я пока не готова от этого отказываться, но я думаю, что, знаете, пару лет в таком темпе. И мы уже тоже такие, так, вечером мы не обсуждаем работу. Уже достала. Пока мы, можно только сказать, на начале своего пути. Монтик все еще спит. Мы пришли в парк, где мы очень часто раньше гуляли с Лули, там, с подружками детства. Я здесь бегала на стадионе. Редко, правда. У нас есть еще рядом стадион. Вот там я бегала чаще. Здесь просто бывало, так сказать. Но здесь мне нравилось вообще во всем парке бегать. Знаете, как у нас в Америке Десканса Гарденс, куда мы постоянно ходим каждый день. Здесь вот это место может стать таким местом силы. В принципе, они по вайбу похожи. Просто здесь цвет деревьев не такой. Ну и как бы, в принципе, все по-другому. Но тоже классно. И пруд есть очень крутой. Тебе нравится здесь? Ты только вошел, правда. Ты в первый раз здесь? Слушай, на самом деле красиво и классно. Да. С этой стороны точно. С той стороны немножко не очень. Вот тут мне прям очень нравится. Особенно, когда начнут деревья цвести. Вообще будет круто. Ну вот эта часть, она мне очень нравится. Да. Мне правда вот эта. Да. Но с другой стороны, оттуда, где мы заходили один раз, мне не нравится. Тут не хватает инфраструктуры. Каких-то кафешек, что-нибудь такое. Было бы прикольно. Ну ладно, это, если что, Лефортовский парк. Оск, теперь давай ты скажи свое мнение на тему постоянного общения по работе. Что мне нужно сказать? Хорошо это или плохо? Ну да. Слушай, а мы с тобой, на самом деле, 24 на 7 не разговариваем про работу. Это правда. Да, но и не так, что мы с тобой мало говорим. Мне кажется, классно иногда обсуждать какие-то рабочие моменты, особенно в молодом возрасте. Мы же должны сделать что-то грандиозное, стать кем-то. И классно, что у нас есть какая-то общая тема для разговора. Вместе расти, вместе создавать что-то, обмениваться идеями. Ты очень много смотришь контента. Да, я смотрю бизнес, всякие интервью. И Оску прихожу, рассказываю, где кто что делает, сколько зарабатывает. Он такой тоже заинтересованный. Я общаюсь с другими людьми, у которых уже есть бизнесы. То есть мы оффлайну, онлайн скрещиваем и смотрим, что получается. Круто. Мне нравится, не знаю. Круто. Мне тоже. А это наш сын. У него такой смешной глазик. Я люблю тебя, сыночек. Девчонки. Красота. Он говорит, почему сюда часто не ходим в такой красивый парк? Я с тобой согласна. Сейчас начнется погода хорошая. Вообще будем чаще ходить. Пешком, на машине нам тоже близко. А там, ты говоришь, кафешка, вон там все для цвета. Там есть кафешка, но она колхозанская маленечко. То есть здесь круто было бы... И извините, колхозанская маленечко. Ну, да. Вот, кстати, в Америке, в нашем любимом парке, там тоже нету... Не езжай свою Америку. Там нету... Это я комментарий сразу пишу. Правильно. Нет вообще возможности что-то купить в парке, потому что, типа, нельзя кушать в парке. На входе в парк есть зона, красивая, кстати, очень, где ты можешь... Где ты можешь... Деревья и слоты. Только здесь. На половину в воде. Короче, перед входом в парк есть зона, где ты можешь посидеть, покушать. А в парке, типа, нельзя. Вот. Такая задумка. А здесь немного другая задумка. Я не знаю, у меня мозг настроен на то, чтобы все сравнивать. Я вот все, что не делаю, мне поддается сравнению, типа, там, здесь, там, здесь. Ну, мне кажется, это... Это у всех так. Когда ты очень много путешествуешь, что есть с чем сравнить. Да. Не в хорошем или плохом ключе, а просто в сравнении. Да, да. Не, ну, парк реально балдежный. Да, вообще, у нас же здесь, типа, Юля, например, тоже близко живет с Анюткой. Они могут приходить, и я могу с Монтиком. То есть сейчас вот, я надеюсь, хорошая погода будет. Мы чаще будем так делать, потому что не хватает, честно, такого. Я постоянно отдаю ребенка родителям, и меня уже само это, если честно, бесит. Потому что я не хотела быть такой матерью, которая просто сливает своего ребенка. И я, наверное, даже, может быть, и не делала бы этого так часто, если бы они не мечтали с ним посидеть. То есть я как будто бы делаю даже одолжение. Ну, в хорошем ключе, без негатива говорю, что отдаю. И из-за этого я понимаю, что я где-то не добираю сама. То есть я бы с удовольствием с ним ходила бы в такие вот места, гуляла бы. А так, получается, все будь-нибудь дни уходят к бабушкам. Ну, и я работаю. А я как бы и не хочу, с одной стороны, это менять, потому что настанет время, когда мы снова там улетим на месяц-полтора. И я буду с ним каждый день. Поэтому думаешь, ну ладно, пару месяцев он немножко с бабушками, пару месяцев он с родителями, и как будто бы баланс. И ты как бы кайфуешь, и Монтику хорошо. До сих пор спит моя булочка. Ну что за джанас? Что за булочка там такой? Вах! Мы весь парк обошли уже, и с воском мы удивляемся, ходим. Как с возрастом по-другому ты относишься к природе и вообще, ну, к паркам в целом, наверное. Потому что когда я была мелкой, для меня этот парк был такой обычный. А сейчас мы оба гуляем и такие, вау, как здесь круто. Каждая часть какая-то супер уникальная и классная. Да, я еще Карине говорю, мне нравится этот парк тем, что в радиусе ты видишь слишком много разных зон и много всего. То есть это не тот же парк Горького. Парк Горького, конечно, без вопросов, он очень крутой. Но здесь, когда ты вот так вот просто по сторонам смотришь, все вокруг тебя, и он какой-то круглый. То есть... Он объятный. Ты понимаешь, что ты можешь за 20 минут его обойти. Это прикольно. По-другому. Плюс ты можешь куда-то сесть, и далеко тебе не надо ходить. Ну, как бы парк маленький, уютный, рядом с домом. И это вот эти все критерии делают его уникальным и классным. Мы ждем, пока наш сын проснется. И сразу сюда его. Чиназос. О, Чиназос. Сюда, сюда. Может, посидим? Или хочешь гулять? Посидим, посидим. Дяечка все посыпается, посыпается, посыпается. Ну, конечно, столько поспал. Зачем еще спать? Потом дома поспать. Ой. Я так счастлива, что для каждой... Только резко его не поднимай, окей? Угу. Ой. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Чуть-чуть прогуляемся. Потому что, когда резко поднимаешь, он будет плакать. Люблю наблюдать за этими двумя. Мы тоже с тобой любим. Не переживай. Вы тоже за мной любите наблюдать? Или... А, я думал, ты говоришь, люблю с этими двумя гулять. А, гулять тоже люблю. Вообще, мы с Оском договорились, что суббота это будет семейный день. И мы будем каждую субботу куда-то гулять, выходить. А до этого, так как мы, понятное дело, наряжаемся и куда-то идем, будем снимать рилс. Ну, куда мы пришли? Потому что у нас уже тот возраст, когда нам неинтересно делать просто съемочные дни. Когда ты впустую снимаешь какое-то видео, прикольно, наоборот, свою жизнь как будто бы подстраивать под съемки. То есть, каждую субботу мы идем гулять, мы сделаем съемку, мы выкладываем видос. И так, там, условно, 50 каких-то классных видео в год, может быть. Типа, оснулся. Какой он красивый. Да. Такой модный, смотри, в найковских кроссах, джинсах и курточках. Я просто очень люблю короткие видео снимать. Мне безумно нравится этот формат. Но реально я понимаю, что я себя с трудом могу заставить просто организовать себе съемочный день. Но когда я встраиваю такие съемки в свою жизнь, то есть, реально, перед тем, как на мероприятие пойти что-то снять красивое, мне это окей. И вот так мы договорились, что это будет как бы приятное с полезным и прогулка, и съемка, короче, вот. Тут вот такая площадка. Сейчас пойдем с Монтиком играться. Все, мы освободили его, он поспал где-то час. Ну, моя же радость. Свобода. Монти, Джана. Ах, я люблю твой взглядик маленький. Хороший, хороший. Так, у нас тут приобщение к спорту. Утти, Бузи мой. Он еще не понимает маленько, что надо делать. Не понимает. Отпускает. Улыбашка. А, он назад тянет, на задний. Все, он уже достаточно взрослый, чтобы сам катить свою коляску. Ну, а еще пару дней, и все, пусть зарабатывает. Ха-ха-ха. Мне нравится вот так сидеть. Отдыхать. Ари, 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 Монти. Так, мы дома. Мы гуляли три часа. Я просто в шоке. Это наш рекорд, и это была лучшая идея именно пешком в свое время пробыть. Потому что так бы мы выехали, условно, до парка Горького ехали бы. Там часик бы погуляли, еще полчаса обратно. А так, когда ты все это время посвящаешь прогулке, а не тому, чтобы добраться. Это, конечно, вообще кайф. Мы все безумно голодные. У Монтик тоже ел три часа назад. Пора уже и мы. Так что идем домой, я буду готовить салат. Ребята, у меня для вас классные новости. Вышел первый выпуск моего приятного подкаста на Ротюбе в новом формате, где я не только зову своих друзей, чтобы поболтать с ними на тему, которая меня волнует, но также зову эксперта в этой области для того, чтобы выпуск был полезнее, и вы что-то новое для себя узнали. Первый выпуск нового сезона посвящен теме блогинга. И мы с Юлей обсудили, почему 10 лет, даже чуть больше, мы с ней держимся на плаву, почему мы не угасаем, почему аудитория, рекламные проекты, заработки только растут. И также я пригласила еще эксперта, нашего менеджера по рекламе, создателя блогерского агентства. И он тоже со своей точки зрения поделился вообще, как работает сейчас рынок рекламы, блогеров поздно или не поздно начинать сейчас. И много чего, на самом деле, рассказал с внутричков таких классных в сфере блогерской рекламы. Так что я надеюсь, вам будет интересно. Посмотрите трейлер, и потом по ссылке в описании посмотрите полностью выпуск. Вау, вы такие молодцы, у вас карьера 10 лет. Этот выпуск просто для того, чтобы вы знали, какие мы классные. Почему я начала подкаст? Я вижу, что он у всех, и я хочу подкаст. Я прилипала и постоянно делаю, как у тебя. Пусть говорят, нам-то что? По сути, что, стать популярным? Ну, снять какой-то ролик. Сидишь себе, кривляешься, залил и стал миллионером. Ну, всё, наверное, это мой пик, и дальше я пойду вниз. Меня не берут рекламу, у меня нет денег. Ты не выходишь на связь, ты меня блокируешь. Так вот со мной начать себя вести, это надо просто, ну, с катушек слететь. И я... мне классно. Ну, всё, до свидания. Нет результата, пока. Всем привет! С вами кулинарное шоу Карина Каспарянс, и сегодня мы будем готовить салатии. Достаем всё. Мам, спасибо за компанию. Предпочитаю облегчать себе жизнь, поэтому покупаю салаты сразу умытые, разных конфигураций. Здесь микс какой-то. Вот здесь, например, роман и айсберг. Но это не мой любимый микс, на самом деле. Как тебе повезло, он под штативом пролез и ни одну ножку не задел. Сейчас будем кушать, Монте. Всем привет! Кулинарное шоу Оскар Маргаряна тоже, совместно с кулинарным шоу Карина Каспарянс будет готовить. Мы вчера сделали потрясающую рыбу для наших гостей, а сегодня мы её на гриле. Поджарим или просто пропарите? Что делать? Пропарите. Ну, я не знаю. Как пойдёт? Как пойдёт? Как пойдёт? Хорошие слова. Давай, ножом. Так старательно всё раздородает. Музыкальная поддержка в исполнении Монте Маргаря. Играет на салатниках. Я каждый раз так радуюсь, когда ты начинаешь этот салат делать. Ну вот честно, чтобы вы понимали, мы вообще направлялись в ресторан. Хотели дойти до депо, покушать депо, а потом Карина говорит, у нас есть дома салат и всё для салата. И мы радостные обратно по штуке. Музыка. 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 Можно ещё мешать по старинке. И добавляем лосось. Вы знаете, есть ченназус. Это ченназус в квадрате. Просто сюда. Это очень вкусно. После такой, знаешь, семейной прогулки, в парке приходить кушать салат, было бы классно, если бы мы ещё сделали и с собой взяли. Куда с собой взяли? В контейнер. Гулять. В пиктарту вы кушали. Да, погода позволяет. Летом пикник. Ребёнок три часа не ел. С удовольствием съел половину рыбы. Авокадо кушает. Авокадо ему надо. Угу. На. Рыбу всё. Не, мне есть. Ничего. Есть ещё? Да, конечно. Обалдеть, он авокадо ловер. Ты чё? Не привыкешь. Это лимонад. Серьёзно? Ну ладно. Я думала, это газированная вода. Мама! Угу. Мама! 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 Я была фанатом пасты всю жизнь. Потому что пасту на самом-то деле делает соус. Просто макароны есть невозможно. Типа, знаете, без соли, без масла. Поэтому, когда мы добавляем какой-то соус прикольный в пасту, это становится едой богов. И на салат я в таком смысле уже не смотрела. Потому что, ну, оливковое масло, ну, там, майонез. Два варианта. Но когда ты начинаешь открывать мир салатов, спасибо большое нашему опыту за рубежом. Вот эти вот салаты, которые мы там в Америке кушаем, это же вообще... И оттуда как раз-таки пошла вся рецептура. И для меня салаты изменились ещё тогда, когда я в первый раз попробовала Sweetgreen. А сейчас, когда я понимаю, что это и дома можно сделать, это вообще что за кайф. Угу. Я ищу мой сладкий. Ищу. Он авокадо, он с этим соусом кушает хорошо, потому что просто авокадо его не так интересует. На. Как это работает, да, когда это твой ребёнок, и тебе хочется все авокадо в этом мире ему отдать? А для чужих жалко, да? Чужих? Я родной даже не жалко. Он так мило пьёт из этой бутылки. Правда, он сейчас весь намочится, но я обожаю на это смотреть. Потом его поменяю. Покажи, как ты пьёшь. Вот так, вот так он умеет. И сам кайфует с процессом. Изи, в идее. Молодец. Митя! Угу. Это мне убирать надо? Я тебя люблю, слышишь? Ага, как взрослый, как взрослый. Как взрослый. Ну, вообще, молодец. Ребята, мы поели. Потусили немного втроём. Потом мозг ушёл, я включила влог Юли на Рутюбе. Смотрю. Ну как? Чуть-чуть смотрю одним глазом, чуть-чуть вам другой записываю влог. И Монтик поспал и успел проснуться уже. Ему так нравится играться с машинками, я прям балдею с этого. Тебе нравится? Как ты знаешь, что надо вот с этим делать? Я не понимаю, откуда у тебя столько мозгов. Крутяк. А что, ребята, я забыла с вами? Я и сын, мы чилим. Чилим. Твоё. Пить. Тебе нравится быть с мамой? Конечно, нравится. Что за вопросы глупые, мама? Так, давай, поставь камеру и снимай свой влог. Блин, девочки, я не знаю, что делать с этими кудряшками. Мне они очень нравятся, потому что я люблю кудряшки. Но они немножко выглядят неаккуратно в каком-то смысле. А когда они мокрые, так они вообще не кудрявые. И просто как будто бы такой хвостик мы ему оставляем. Бред. Покажи кудряшки. Короче, не знаю, что делать. Вот видите, иногда они неухоженные и вот так торчат. А иногда, вот сейчас плохо. Иногда бывают прям кудряшки и кудряшки. И я не готова от этого отказываться. Но, с другой стороны, я же никогда не любила, когда вот так вот сзади. Может быть, чуть-чуть тебя подровнять. Ты выдержишь у барбера сидеть? Монтик, привет! Ой, ты такой смелый! Я смотрю, устал. Давай руку. Едем. Едем. Ты зачем так делаешь? Моё самое любимое, это когда он приходит и меня так в ноги обнимает. Я чувствую себя такой матерью в этот момент. Что он так во мне нуждается. Это такая энергия просто сумасшедшая. Ну что? Вот смотрите. О, я растаял. Булочкин мой, обожаю тебя. Когда настанет тот возраст, когда я не захочу одевать его в комбинезоны. Потому что пока я хочу. Все равно, я часто надеваю ему какие-то комплекты, штанишки, маечка. Но мне так он нравится. В комбинезонах? Ты охотишься, охотник? Давай, погнали. Давай, пойдем. Пойдем играть лучше. Давай, смотри, как много игрушек. Такая вот у него здесь зона. Не знаю, что делать с машинкой. Она как бы очень нравится Монтику. И она красивая сама по себе. Но, конечно, в 80 квадратах не то, что очень хочется держать. Обычно, знаете, такие машинки покупают, когда у тебя дом большой. И оно где-то в гараже может храниться. Кстати, в гараже у нас подземный паркинг есть. Но там, блин, боюсь, украдут. Там просто как раз, мне кажется, было бы для нее место. Но нет, не совсем, наверное. В общем, да. Такой уголок Монтика. Игрушек все больше. Но на самом деле это надо все, конечно, каждый раз отсматривать и убирать. Потому что, конечно, играет он, блин, с 30 процентами, наверное. Вообще не так много игрушек ему интересно. Но, не знаю, как бы тоже убирать тяжело. Кань поднимается, переживаешь. А что если это... Ну, вот, например. Погремушка. Уже возраст не погремушечный. Но при этом иногда он любит погреметь. На. Нет, не любишь? Ну, кстати, может, тогда и можно убрать. Или не можно. Вообще правильно говорят. Я смотрела тоже всякие видосы. То, что у ребенка должно быть типа 3-4 игрушки на постоянной основе. Остальное должно быть спрятано. И можно эти игрушки менять. Сегодня эти игрушки. Там, через пару дней вот эти игрушки поменял. И таким образом и не захламляется. И ребенку хорошо он сфокусирован на чем-то одном. Он, кстати, очень любит лего. Вот такие вот большие. Прям обожает. Его бы вот лего я бы оставила точно. Короче, играй. А это я. Что вам сказать? Во-первых, мой домашний костюмчик новый. По-моему, вы его уже видели. Нравится ходить в нем дома. Чувствую себя комфортно. Правда, слишком оверсайзный верх. Мне прямо в руках длинно. И хочется как-то более, знаете, ну, меньше чувствовать себя в объемах, когда ты дома. Потому что ты готовишь вот это все. И тебе неудобно, когда у тебя здесь вот так вот. Все. Слишком много тканей, короче. Послушайте, мальчик мой играется. Я вам пока кое-что покажу. Это моя гардеробная. Вы ее все помните? Прекрасно, я думаю. И я хочу вам сказать вот что. Я ее заполнила. Просто уже, ну, реально нет мест. И я думаю, что пора бы мне какие-то зимние вещи убрать в мои кофры. Поэтому думаю, что я займусь этим сегодня или завтра. Но точно уже пора, потому что у меня каждый шкаф выглядит вот так вот. А здесь вообще куча футболок, половину из которых тоже можно убрать. Вот это вот, конечно, захламлять я люблю, а расхламлять мне тяжело прям дается. То есть мне надо настроиться. А то у меня даже вешалок уже свободных нет. И вообще, когда такая, ну, как бы, суета в шкафах, ты с трудом можешь что-то найти классное, что-то составить прикольное. То есть оставлять надо, конечно, то, что тебе больше всего нравится на данный момент. Этим надо заняться. Такой вот у меня план на ближайшие дни. Плюс еще у нас сейчас работает над домом организаторы пространства. Я вам чуть-чуть сейчас покажу. Чуть-чуть, потому что я хочу нормально показать в светлое время, а сейчас темно. Ну, могу вам туалет показать. Там неважно, какое время. В любом случае, свет идет отсюда. В общем, девчонки, теперь у меня здесь красота. Все на своих местах. И это, конечно, облегчает порядок. Второй ящик тоже выглядит вот так вот классно. Короче, очень нравится, какая была работа проделана большая. Здесь тоже такие разграничители. Здесь мы добавили такие корзинки. Монтик, тебе это не надо. И вот еще. Такой шкаф. Здесь тоже корзинки. Корзинки от Togos. А разделители просто, это какие-то маркетплейсы. Занималась покупкой не я. Я просто пригласила человека, которая в свою очередь пришла. Все здесь мне классно расставила, замерила. А потом под замеры заказала органайзеры. И, собственно, потом второй раз пришла и все поставила. Но мы еще не все сделали. Сделали только детскую, две ванны и прихожую. А кухню и мою гардеробную нет. Когда это все будет сделано. И я вам все, конечно же, буду показывать по мере готовности. Кстати, знаете, что удобно? У нас обалденная мебель во всем доме. Он не может ее открыть. Во всяком случае, пока он не догоняет. Как видите, здесь все ручки скрытые. И это вообще очень, очень классно. Поэтому у нас нет разрухи. А еще я сделала себе сегодня стрелки. И поняла, что никогда в жизни больше себе не буду делать стрелки. Потому что мне идет натуральность. И красивые стрелки, тонкие, которые может сделать только мне визажист. Реально, я сама себе стрелки не очень красивые рисую. Поэтому я думаю, что я избавлюсь от своих карандашей. И никогда не буду повторять такой ошибки. Потому что я сегодня смотрела на себя везде и не думала, блин, фу, что-то не то. Что-то не то. Но уже не захотела смывать. Вот такая вот история. Вроде бы они даже ровные получились. Так, что такое? Хотя толстые. Но мне все равно не нравятся. Так, девчонки, я все-таки решила заняться расхламлением сейчас. Потому что он в расческах так хорошо играет. Чего я буду ему мешать? Я не думаю, что я сразу очень много всего уберу. Потому что моей душе больно, когда я пытаюсь от чего-то избавиться. Даже, знаете, такое вот простое действие, как все упадет наверх. Даже не на дачу куда-нибудь. Или не на склад. Это все равно, типа, для меня, которая не полезет наверх, если вдруг не вспомнит, что не надо, то, что там. Ну, можно сказать, что это означает, да, что я прощаюсь с вещью. У меня просто есть такая тупая черта характера или просто привычка. Я не знаю, что это, что есть. Если я это когда-то куда-то убираю, то я потом в будущем, к этому мне тяжело вернуться. Мне кажется, что это уже не актуально. Что это завонялось, залежалось. И все такое. То есть, конечно, иногда это не так работает у меня. И я могу все равно из какого-то, да, бокса, кофра достать вещи. Но очень часто, вот я помню, я очень много вещей уезжала на дачу. И потом просто забыла, хотя там хорошие вещи были. Ну, не знаю. Вот поэтому я не люблю все убирать. То есть, либо я полностью должна отдать, подарить, либо, как бы, пусть висит. Но все же место мне даже не то, что нужно освободить для новых вещей. Хотя, скорее всего. И это мне нужно. Но мне нужно просто, чтобы был легкий доступ к вещам. То есть, чтобы я не впихивала туда, знаете, вещи. Хотя я смотрела, как выглядят гардеробные каких-то топовых фэшн инфлюенсеров. У них, у всех просто битком. Потому что, ну, это их работа. И это нормально, что у тебя не три вещи лежат. Короче, что мы можем здесь увидеть. Вот эти белые шортики потеряли свой цвет. Они больше не белые, а зеленые. Я их вообще выкину. Они еще и грязные. Все, наверное, не отстирываются. Прекрасные штаны, которые я очень много и долго носила. Они такие плюшевые. Но, блин, они очень жаркие. Пусть отправляются наверх. Ну, все остальное мне нравится. Так, ладно, вот эта юбка... Без примерки тоже сложно. Вот эта юбка, она, конечно, имеет место быть в моем гардеробе. Но для этого мне надо все еще мерить. Чтобы точно определиться. Как вот мерить и снимать одновременно? Я же не буду при вас сейчас переливаться. Есть какие-то сложности в съемке влога. При расслаблении. Вообще, это Элька. Вероятно, я ее оставлю до следующей беременности. Тогда точно мне ждут в урок. Далее. Белая юбка, которая оказалась слишком отдающейся в синеву. И плюс еще Элька, поэтому мы ее тоже убираем. На беременность пойдет. О, у меня есть белые джинсы. А, это те самые застрашенные. Окей. Ой, девочки. Карго. Белые карго. Под сомнением. Крутые. Он битбоксер. Понятно? Где он искал? Где он искал? Так, я померила брюки. Но они, конечно, невеликоваты стали. Элька все-таки. Я брала их давно. Но с ремнем нормально. Есть ли смысл плодить белые? Вот белые джинсы у меня есть. Зачем еще белые карго, допустим? Надо что-то одно выбрать, по идее. Итак, я померила джинсы. Они смотрятся гораздо лучше. Вы особо не видите. Но, знаете, в этих карго есть такой эффект, что они постоянно неглаженные. И это, конечно, большой минус такой ткани. В джинсах это попроще, конечно, все. Добиться эффекта более опрятного. Хотя тут тоже, блин, они тупой длины какой-то. Огрезать, что ли. Нашла, как вам показывать нормально, девчонки. Короче, у меня есть еще одни, конечно же, белые джинсы. Они мне нравятся больше всех. У них классные вырезы на коленках. Поэтому я думаю, что их надо оставлять одних, единственных. И все, остальное выбирать. Короче, все это я снимаю для того, чтобы сказать вам и показать одну главную вещь. С вами все в порядке. Если вы так же, как и я, не любите избавляться от вещей. И для вас это прям такое, ну, скрежет на душе. Мне кажется, много вас таких. Но иногда вот приходит какое-то такое вдохновение. И ты такой, ну ладно, сегодня я готова немножко пострадать. Да, определенно и длина хорошая. Да, оставляем. Да, Монтик? И так, я решила все-таки мерить все. Чтобы понимать, насколько вообще оставлять, насколько не оставлять. Люблю эти джинсы. Чуть подкаратирую, что их мне так лень. Это вечная лень моя. Убивает меня просто. А жить мне не лень, Монтик. Подворачиваю. Еще лучше, как-то. Спасибо, Монтик, за такие эффекты. Очередные мои карго. Кстати, карго это не совсем мой прям стиль, мне кажется. Но я пошла за этим дуновением ветра. Все носят, и я такая, мне надо. Но, в общем-то, приятные они. Хороший цвет. Эй, красавчик, мамин. Тебе так нравится штатив? До свидания, до свидания. О, чинозас. Сюда. Будете на кровати стоять, ребята. У меня есть очень много интересных позиций. Например, такая блестящая юбка. Она мне немного велика, кстати. Но я оставлю ее. Она интересная, пусть будет. Одинокие штуки. Неизвестно, где верх от костюма. Ай, те хорошие. Ладно. Следующей зимой я вас поношу. Ты, маячка, я маяк, ты, маячка. Так, куда это меня занесло? Кстати, знаете, когда я разбираюсь, например, в гардеробе, и рядом со мной что-нибудь делает Монтик, я чувствую меньше вины за то, что я не с ним. Например, когда я в телефоне, что угодно делаю. Я постоянно чувствую себя виновата перед ним, что я не уделяю ему должного внимания и именно качественного времени. Но здесь, мне кажется, даже прикольно. Мы с ним как будто это вместе делаем. Он мне вешалки носит. Я купила юбку мини. Ну, как мини. Она еще не такая мини, как сейчас некоторые модные. Но мне нравится. С колготками самое то. Ну, в принципе, я убрала отсюда где-то 5-6 позиций, и стало лучше. Есть еще такая история, которая даже с ценником я ее не носила. Но я верю, что когда-то это может произойти. Но знаете что? Вот надо о них помнить в своей голове. И когда они будут, когда они мне понадобятся, я их достану. Эй, народ, давай веселей. Иди сюда, моя любовь. Скажи всем пока. Буду прощаться? Алиса, хватит. Ладно, я пошла, мы не прощаемся с вами. Блин, у меня такой плохой свет дома. Вот бесит. Вроде блогер. Но видите, я как будто вся пересвечена. Потому что прям я над этим стою. Под этим, точнее. И, кстати, очень плохо видно. То есть я не так сильно вижу хорошо. То есть я ненавижу включать лампочки. Мне нравится, когда у меня свет от окна. А когда вот так вот, я прям бешусь, как будто бы. Вроде бы тратишь денежки на все это, и вроде не нравится так. Идеального нет. Не сказала бы, что прям вау. Хочешь играть будем? Давай сейчас. Я не буду все разбирать. Может быть, только еще вот эту полку. А те не буду. Хотя вроде вошла в удар. Ну ничего, Монтик, после обязательно поиграем. Сколько смогу сделаю и поиграем. У нас перерыв на ужин в 10 часов вечера. Здравствуйте. Сельдерей кушает. Кстати, я удивлена. Ему нравится. Я даю ему хумус. И вот он макает. И кушает. Ему очень нравится. И хумус он обожает. И сельдерей тоже, видите, даже нормально. Хотя многие даже взрослые терпеть не могут. Но, конечно, держи. Я ему еще подогреваю суп. Тут картошка, мясо. Так что я думаю, что он будет просто на кайфах сейчас. Сама тоже, конечно же, поем. Ребята, мы поели. Сейчас Оск с Монтиком в ванной. Кстати говоря, блин, только что выкинула. А я даже достану. Вот. Только что Оск ему срезал как раз-таки небольшой кусочек сзади. И никакой барбер не нужен. А я думала, все. Ой, как это все организовать. Из-за этого оттягивала процесс. Ну вот. Просто ножницами чуть-чуть на мокрые волосы. Вот такую вот мисюську-пусюську. Вообще, была бы я хорошей мамой. Я хорошая мама. Но была бы я еще более идеальной, я бы это оставила. Потому что моя мама оставила мои волосы. Но мне, в принципе, от них ни горячо, ни холодно. Просто немного мило. Поэтому я выкину. Хотя. Ладно, девчонки, давайте вот так. Потом скрин сделаю в рамочку, поставлю. Хоть что-то. Все. Спасибо большое за просмотр. На сегодня я с вами прощаюсь. Пока-пока. Девчонки, всем привет. У меня получается такой влог выходного дня. Мы с Соском снова вышли погулять. И на этот раз у нас есть буквально полчаса времени перед тем, как ему надо уезжать. А мы с Монтиком продолжим гулять и дальше. Вот. Мы приоделись. Опять с ней сняли рилс. Такие модные. Очень нравится. Вот. Не знаю. Кому-то вообще пофиг. А мне прям важно и очень нравится одеваться в одном стиле, в одних цветах. Вот. Коричневый, бежевый сегодня. И Монтик тоже. Я лично под Монты одевался, а ты? Я тоже. Но вообще ты... Не, мы сегодня, знаешь, в разных оттенках, но очень хорошо сочетаемся. Да, нам надо обязательно сделать фоточку какую-нибудь. Сделаем. Хе-хе. Монтик. Так, девчонки, мы фоткаемся. Тех, дайте-ка. Он видит собаку и делает собаку. Ты мой гений. Давай еще видос и все. С этой женщиной невозможно. Она говорит, давай видео снимем и все. Потом говорит, давай сфоткаемся и все. И сейчас говорит, давай видео снимем и все. И все по... Вот так вот. По это, как называется. Все сначала. Мы забежали в кофейню. И сразу хочу сказать, вижу комментарии, что типа, почему ребенок так легко одет, когда вы снимаетесь. И хочу сказать, что для меня здоровье моего ребенка это приоритет. Если я понимаю, что погода позволяет, я на пять минут решаю там снять с него шапку и куртку. Значит, мы оценили все факторы. Вот есть отец, который для контента никогда не даст, чтобы ребенок страдал. Если у меня еще закрадывается такая мысль, пожалуйста, Ост, может быть, мы три секунды. Он говорит, нет. Поэтому у меня есть вот человек, который вашу роль выполняет. Вы можете не переживать. А вообще я тоже как бы не сумасшедшая. У него там свитер теплый, все в порядке. О, так нравится тебе играться. Моя радость. Говоря о погоде, очень тепло. Видите, я даже куртку сняла. Просто меня, с одной стороны, парят такие комментарии, что типа ты че, не могла теплее одеться. А с другой стороны, я хочу сказать, вы же в моменте не с нами, вы не можете прочувствовать реальную погоду. По виду холодно, потому что дождь немножко прошел сейчас, как бы солнца нет. Но все равно 13 градусов, он тепло одет. И вы не знаете, сколько у него слоев. Бывает, я одеваю его не так прям тепло в плане верхней одежды, но у него там четыре слоя, например. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, Монтик уснул, я могу немножко посидеть с вами поболтать. Спросила в телеге, может быть, есть какие-то вопросики у вас, и поотвечаю. Первый вопрос. Как долго планируешь питаться салатами? Есть ли сдвиги в весе таких обедов и ужинов? Я вообще планирую так питаться всю жизнь. Я поняла, что мне это очень нравится, и может быть, когда-нибудь я устану. Я не хочу обещать вам что-то или даже себе обещать. Хотя можно сказать, я только что это и сделала. Ну, знаете, это как просто внутреннее пока что желание так питаться. Мне это даётся достаточно легко, просто, и пока это так, я хочу продолжать. Сдвиги в весе, если честно, ну за неделю, сколько там, полторы моего челленджа, пока что ещё не так сильно я вижу какие-то изменения, но я не взвешивалась. Визуально не вижу. Взвешиваться часто тоже не хочу, потому что иначе мозг думает, что типа ты как будто худеешь и на диете, а я не на диете. Я никак себя не ограничиваю, хотя я заметила, что я, ну, меньше хочу есть чего-то вредного. То есть, например, раньше у меня раз в неделю стабильно такой чипсы, да, чиназос. Сейчас я не хочу чипсы, и я думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, я уже три недели пью таблетки, ничего такого. Это таблетки, очень много БАДов, витамин Д, витамин С, магний, из таких вот БАДов. И также пью направленное на хорошую работу желчного пузыря, то, что врач прописал, типа, таблеток восемь, очень много. И плюс правильно питаюсь. И плюс ещё, чем дальше я ухожу, ну, как бы не ухожу, чем больше времени проходит с реабилитацией после моего РПП, тем легче мне даются там отказы от каких-то вредностей. То есть сейчас я как бы не страдаю, то есть я не хочу чипсы, поэтому я их не ем, а не то, что, типа, я не могу их есть, и я запрещаю их. И я думаю, что всё это вместе даёт такой эффект. И пока это так, я хочу, чтобы это было так. В общем, просто салаты, это оказалось так вкусно и просто, что и я, и муж очень рады таким приёмам пищи. Бывают дни, когда, например, вот недавно мы приготовили суп на несколько дней вперёд. Понятное дело, что когда у тебя есть суп, это так же прекрасно, как и салат. Почему бы и нет? Тогда у меня есть приложение, в котором я отмечаю. Я не стремлюсь к тому, чтобы это было идеально. Видите, у меня здесь есть пропуски, и меня это не триггерит как-то. Хотя раньше, типа, у меня тоже такой был момент, если где-то пропуск, то всё, я бросаю. У меня пока что есть какие-то проблемы со спортом, то есть я люблю заниматься спортом, но я не люблю вот это вот, типа, над собой усилия прилагать, когда вот тебе надо начать. Мы с Оском сегодня записались на три тренировки на следующей неделе. Получается, понедельник, среда, пятница пойдём. И знаете, что я поняла? Что, по сути, тебе надо совершить усилия именно над планированием своей недели. Когда у меня распланировано, что я понедельник, среда, пятница иду на спорт, я без проблем иду на спорт. Но вот для того, чтобы сесть и вот это всё написать, это тебе надо тоже как бы собрать мозг в кучу и сделать это усилие. И вот если просто я буду каждое воскресенье планировать свою неделю, уже здесь, на этом этапе я добьюсь 50% успеха. То есть 50%, как я вот для себя это вижу, это просто запланировать, и 50% это реально сделать. Настолько это равнозначные моменты. Вот, так что посмотрим. Теперь главное ничего не отменять. И знаете, я поняла тоже, что я вот взрослею, и меняются какие-то мои устои в жизни, какие-то ощущения, инсайты появляются. И я понимаю, что планирование — это настолько важно. Это всегда было важно, и я пять лет назад это понимала. Но сейчас я понимаю, что, говоря, типа, у меня нет времени на спорт, я просто понимаю, что у меня плохой тайм-менеджмент и плохо с планированием. Вот именно вот с этим. Потому что если ты условно знаешь, что ни при каких условиях, кроме там ЧП, у тебя понедельник, среда, пятница, каждую неделю спорт, и ты записываешься там на месяц вперед на все тренировки, там планируешь встречи с тренером, либо же записываешься на групповые занятия, ну или просто никуда не записываешься и ставишь себе в планер, то ты это и делаешь. И ты строишь свою жизнь вокруг этого. То есть можно сказать, типа, как я могу на понедельник, среду и пятницу поставить себе там что угодно, хоть то английский, хоть то что. И ты думаешь, что, типа, да, могут быть какие-то вещи, которые сюда встанут, но потом с возрастом у тебя приоритет уже, типа, спорт или там английский. Ты хочешь, чтобы у тебя это было. И ты просто другую часть своей жизни строишь вокруг этого. И поэтому, когда ко мне это пришло, это так, окей. То есть все-таки можно на месяц вперед расписать. Ну, при каких-то там срочных делах важных можно все отменять, но так-то у тебя есть костяк, вокруг которого ты пляшешь. У нас же есть, типа, сон. Мы знаем, что мы каждый вечер спим. Почему-то, как бы, это у нас уже заложено внутри. А почему мы не можем так же думать насчет каких-то других важных вещей? Много болтаю, но на самом деле это тема, которая меня сейчас очень-очень сильно волнует. Вот организация жизни, эффективность. Ну вот, не знаю, как-то мне хочется взрослее относиться к этой жизни. Тем более я стала мамой. И мне хочется не только это делать для себя, а еще подавать пример сыну и впоследствии будущим детям, чтобы они видели, что их родители ого-го. Они ходят на спорт, у них все классно, там, они не ленивые, у них есть какие-то увлечения. И таким образом легче получится на своем примере вырастить более активных детей, которые хотят чего-то добиться в этой жизни. Господи, я минут пять отвечала на вопрос. Меня не остановить, когда я об этом говорю. Взаимодействует ли Монтик с другими детьми? Или пока не ходится на детские площадки? Ходим на детские площадки. Он взаимодействует пока что только посмотреть на них может и все такое. Но что касается прям вот играть, пока еще нет. Ему это не особо интересно. Ну и плюс, если честно, я пока тоже переживаю. У него не все прививки есть. Мы должны ему поставить остальные прививки. И когда мы это сделаем, уже как-то будет полегче мне. Потому что у нас есть несколько знакомых, у которых дети болели у одних коклюшем, у других корью. И это вот совсем недавно произошло. И ты думаешь, ого себе, все-таки это достаточно активно гуляющая болезнь. Значит, надо, наверное, как-то аккуратно. У меня всегда было такое, что я за прививки. Суть моего затяжного, так сказать, почему я так затягиваю, потому что мы не успели сделать в Америке вторую дозу. У нас только первая доза была сделана. И надо сделать вторую. Вот мы это планируем сделать, когда получится туда поехать. Пока я не знаю, куда мы туда поедем. У нас, знаете, мы решили с Оском, что у нас будет такой суперплавающий график. Как получится? Нужно быть здесь, мы здесь. Появилась свободная там месяц-полтора, мы уехали. Вот скоро планируем поехать на отдых с родителями опять. И ещё, не знаю, кстати, Париж. Мы получили визу в Париж, точнее, шенген. Нам дали на полгода, и я просто в шоке от способностей своего мужа, потому что этот человек, который из-за своего желания везде экономить, и из-за своего, знаете, внутреннего «я умнее всех», я его люблю за это, тоже, он, короче, такой, типа, я сделаю сам визу, я не буду платить 70 тысяч за человека, за человека, подождите, нет, 70 тысяч за двоих. То есть он сэкономил на 70 тысяч, я уже была готова платить агенту, сейчас же это сложно, ты должен бота платить, который ловит тебе место. А он такой, я сделаю всё сам, и сделал, прикиньте. Я не знаю, как он поймал нам места, как он всё это сделал, это безумно сложно, то есть раньше мы делали визы в шенген самостоятельно, но сейчас же это сложнее, и он это сделал, то есть это возможно. Я думала, что всё, как бы уже досвидули. Ну, в общем, нам дали визу, поэтому Париж хотим, но пока непонятно, летом, наверное. В общем, настроение у меня очень путешественническое, но не прям часто. То есть, знаете, как-то хочется заземляться в Москве, ну, так, размеренный темп держать, и когда устаёшь, уже планируют какое-то путешествие. Добрый день, я пропустила момент, когда у вас появился бежевый прогулочный блог. Не могли ли вы рассказать, почему Сайбекс, и стоит ли её брать? Мне очень нравится коляска Сайбекс, вообще разные модели, у меня две, у меня, господи, я уже не помню, Белиус, по-моему, и Прем. И Прем супер, мне очень нравится, просто я не могу сравнить, у меня не было других колясок, поэтому я даже не знаю, насколько она вауна, но она мне очень нравится визуально, и для меня, как для визуала, человек, которому очень важно, как выглядит, ну, это прям хороший плюс. Бежевый блок у меня появился, когда я поняла, что хочу разнообразие, и бежевый блок очень сильно пачкается, особенно в самолёте, надо, конечно, когда сдаёшь, накрывать каким-то полиэтиленовым пакетом, чего мы не сделали, поэтому у нас есть немножко тут чёрного, но в целом красиво. Сайбекс я советую, но это только в том случае, если средства позволяют брать там кредиты на коляску подороже, на мой взгляд, не имеет смысла, потому что я уверена, что есть классные коляски и подешевле, с которыми очень кайфово гулять, которые легко найти, да, ну, поэтому тут надо смотреть просто по своему карману, реально для нас это было вообще бесплатно, хотела сказать по карману, потом поняла, что мы сотрудничаем с брендом, и даже вот недавно они прислали нам кучу нового всего, ещё одно автокресло, два, даже два. Когда у тебя есть возможность поработать с брендом, ты хочешь всё, а когда ты, ну, должен именно купить, ты так выборочно. Я могу, знаете, читать кучу отзывов, смотреть какие-то обзоры, а так я такая, а два берём, и в этом есть минус, потому что ты постоянно всё захламляешь, ну и большой плюс, потому что у тебя много всего, и это обязательно пригодится, потому что, дай бог, скоро следующий ребёночек появится, и автокресло — это то, что может служить очень долго. Короче, Cybex советую не только потому, что с ними работаю, я ещё и до того, как вообще вышла на них, я мечтала иметь именно эту коляску из-за внешних как раз характеристик, ну и я наслышана о её комфорте, удобстве и так далее. Карин, как ты относишься к комментариям о том, что ОСК не работает, и каково тебе одной тащить на себе всю семью, ухаживать за собой, ребёнком, мужем? Интересный вопрос, на самом деле, может быть, так выглядит, что он не работает, потому что он не ходит в офис или не ведёт так активно блог, но он делает много вещей, которые приносят нашу семью деньги. Например, я уже вам рассказывала, что он занимается недвижимостью, то есть у него есть во владении несколько недвижимостей, которые постоянно, покупая-продавая, можно зарабатывать и растить капитал наш семейный. Плюс у него есть рекламная интеграция, которая стоит не 500 рублей, а сотни тысяч рублей. И, может быть, у него не так много рекламы, как у меня, но это всё равно большие деньги и большие проекты. Плюс ко всему, у него есть бренд, давайте не забывать об этом. Сейчас он немножко на паузе, потому что они распродали всё, что сделали, и им надо немного времени для того, чтобы запустить вторую партию и потом уже снова объявить о старте продаж. То есть у него всё в порядке. Мы много обсуждали даже в нашем подкасте, приятный подкаст на Рутюбе, тему заработков. Мы открыто говорим о том, что, типа, да, есть такое, что в некоторые месяцы я зарабатываю больше, чем он, но он зарабатывает тоже достаточно хорошо, он очень много старается. И самое главное, я вижу в нём потенциал просто гигантский, который, я уверена, приведёт к нас к чему-то большому. Так, меня тут отвлекли, плюс я решила одеться. Подводя итоги, хочу сказать, что у нас в семье всё хорошо, всё стабильно. Помимо того, что я сказала, у него ещё есть маркетинговое агентство, которым я думала, мы будем заниматься вместе. Вы помните, мы рассказывали вам о том, что мы открыли компанию свою в Америке и начали деятельность. Но в итоге мне это, в общем-то, стало неинтересно, поэтому этим полностью от и до занимается мой муж. И он занимался очень активно в прошлом году. В прошлом году я не буду раскрывать всех цифр, но там был очень хороший заработок. То есть он просто не любит транслировать всё это, поэтому мы и не особо транслируем. Но при этом мне, конечно же, важно, чтобы рядом со мной был мужчина, который настолько же энергичен, как и я. Поэтому в случае, если я увижу, что он лежит дома и ничего не делает, и нигде у него денежка не капает, то, конечно, меня это очень сильно будет смущать. Мы постоянно будем ссориться. Но у нас такого нет, потому что он зарабатывает. И зарабатывает не так на виду у вас, но всё же зарабатывает. Короче, я надеюсь, я нормально всё объяснила. Я понимаю также ваши какие-то опасения в эту сторону, потому что реально это не так активно транслируется. Но, может быть, когда-нибудь мы вам покажем и расскажем, чем мы владеем, какой недвижимостью. И тогда у вас тоже всё станет на свои места. Так, очень интересно твое мнение по поводу соли и сахара в рационе ребёнка. Так уж получилось, что у нас Монтик ест и соль, и сахар не в очень больших количествах. Вначале я такая, типа, нет, а сейчас, ну как вам сказать, тяжело очень готовить еду ему отдельно. И я выбрала такой путь, что я готовлю еду нам всем, при этом солю очень мало, но хотя бы чуть-чуть солю, потому что мы тоже её едим. Где это возможно? Например, суп. Я могу не добавить соль, потому что можно посолить свою порцию, но есть гречка условно, которую потом досолить тяжело, и тогда я чуть-чуть соль добавляю. Я просто стараюсь это сделать минимально, и у него, на самом деле, я не думаю, что какая-то дозировка сумасшедшая, чтобы прям переживать. И вообще я очень спокойная мать в этом плане. Вы знаете, некоторые мамы, они к третьему ребёнку приходят к спокойствию, типа, а, пофиг, типа. Ну, у меня как будто уже с первым это есть. Я стараюсь себя как-то останавливать, понимаю, что невозможно просто идеальной быть во всём, и надо подстраиваться под реалии жизни. Если я не могу, так уж получилось, ну, не могу я готовить ему отдельно еду. Я лучше приготовлю нам всем гречку и курицу, и просто где, возможно, не посолю, где, возможно, посолю. С сахаром такая же фигня, как бы он ест все эти фруктоняне, творожки, там есть сахар. Почему фруктоняне делает сахаром? Вот объясните мне, нельзя это сделать без сахара? Из-за этого он ест сахар. Но, в принципе, на этом всё. Творожки даём иногда со вкусами, иногда без вкусов. Обычный абсолютно, там, натуральный творожный вкус. И, как бы, из-за этого соблюдается баланс. Меня это абсолютно устраивает. Стараюсь над ребёнком не трястись, потому что, знаете, как-то мы выросли. Я выросла, мой муж вырос, который вообще четыре года первых жил в селе. И, знаете, там тоже свои какие-то, да, были приколюхи. Я уверена, там не всё по правилам было. Но в моменте ты понимаешь, расслабляешься, что это жизнь. От всего не убережёшь. И минимизировать стоит, но прям трястись, наверное, нет. В принципе, на этом всё. У меня уже 4% на камере. Я буду прощаться с вами. Пока ещё сижу здесь, балдею. Жду родителей ОСКО. Они сегодня приедут на пару часиков просто с Монтиком тоже потусить. Не будут его забирать. Вот, обычно забирают в будни. Но сегодня выходной. Я сказала, нет. Мне тоже хочется время с сынишкой провести. На весь день не готова отдавать. Ребятушки, я дома. Монтик со своей бабушкой играется. В соседней комнате. Я сейчас разбиралась с всякими делами, которые нужно сделать на ноутбуке. Сделала практически то, что нужно было. В общем, не суть важна. Хотела ещё ответить на пару вопросов. Потому что ещё поназадавали всякого. И первое, что мне понравилось, это девушка спрашивает. Вы для себя выбрали более правильное и сбалансированное питание, взяв за основу салаты. Что думает по этому поводу ОСКО? Хочется ли ему отдельно приготовленного стейка? Или он тоже решил вместе с вами перейти на зелёный рацион? Классный вопрос, потому что мы только сегодня с ним обсуждали. И вот он сегодня утром, чтобы вы понимали, вообще отказался от хлеба. Мы обычно едим авокадо-тост, но он сегодня такой, так, всё. Типа хлеб не хочу, не надо. Только два яйца съел, гречку и всё. То есть он сам, видите, выбирает даже без меня более здоровое питание и менее калорийное. Ну, как бы хлеб это хорошо, но просто он такой, типа, я не так уж люблю хлеб. Зачем тогда я его ем, если мне просто прикольно съесть два яйца на завтрак? Поэтому он с удовольствием принял мою инициативу с салатами. Ему, тем более, они очень нравятся. И это не то, чтобы низкокалорийная еда. То есть в этом салате только основа, как бы, это салат. А так-то там у меня кинуа отвечает как за углевод, да, насыщает хорошо и приносит много пользы. Также я в салат постоянно использую какой-то белок, это может быть яйцо. Знаете, у меня такой салат-конструктор. Ну, то есть это не просто зелени и огурцы. У меня есть что-то из углевода. Не знаю, например, кинуа, хлеб иногда, может быть, если ничего не хочу готовить. Гречку могу засыпать, макароны могу туда засыпать, тоже рис. То есть это абсолютно норм. Может быть, это для нас немного непонятно, потому что мы так не едим. Но когда мы были в Америке, там все вот эти вот салатные заведения, они включают в себя возможность, опцию закинуть туда рис. Но, честно скажу, самый лучший вариант углевода в таком салате это кинуа. Она очень такая, знаете, дополняющая салат, не перебивает вкус, поэтому попробуйте. Именно кинуа классно. Вот, потом что-то из белка у меня всегда есть. Яйцо, рыба, креветки, курица, мясо, вот все, что... Даже бобы, хумус, может быть, даже в ход пойти, если ничего готовить не хочется. Нут, как вариант, тоже. Жиры есть у меня в виде масла и авокадо, орехи иногда добавляю. Зелень и овощи, какие только найду. Иногда это может быть капуста, свекла, кукуруза. В общем, все, что только можно. Все, что есть в холодильнике. Закидываю туда помидоры, огурцы. Ну, понятное дело, это прям база, основа. Так что это такие полноценные приемы пищи, заправленные максимально вкусной заправкой. Правда, пока что я готовлю только одно. Ну, это бальзамик Виннигрид называется. Она готовится из оливкового масла, бальзамического уксуса, меда и дижонской горчицы. Можно добавить приправы, специи, там, соль, перец, чеснок, что угодно. Можно лимон туда выжать. И получается очень вкусно. Но вообще заправок существует море. И я хочу научиться делать все. Есть кунжутная вкусная заправка, есть ранч, есть, например, цезарь. Можно дома научиться делать. Короче, тут просто главное не лениться. И этот мир, он очень необузданный мной пока что. В пасте я, допустим, супер уже как рыба в воде. Я знаю, что... Я знаю, как сделать сливочную пасту вкусную, как сделать томатную пасту. Но тут немножко, видите, там, калорийность близится к тысяче калориям за прием пищи. Здесь в салате, конечно, будет поменьше. Так что классно. Ну, я тебе долго отвечаю. Короче, он очень активно меня поддерживает в этом. И я даже не заставляю его ни капельки. То есть он сам с кайфом. Вообще он такой непривередливый, что я приготовлю, то он и будет есть. Если я скажу, что мы все, сворачиваем салаты, теперь только пасты делаем, он скажет мне тоже окей. Хотя, видите, у него тоже есть желание как бы подсушиться чуть-чуть. Потому что, когда ты занимаешься активно спортом и не видишь изменений каких-то, ты в какой-то момент такой, ладно, я все-таки там уберу хлебушек, уберу где-то ночное состояние у холодильника и постоянное какое-то кусочничество. Вот, поэтому классный у нас здесь мэч. И, кстати, моему сыну тоже очень нравится такой вариант еды. Ему нравится заправка. И когда я даю ему кинуа, авокадо или любой другой овощ или, ну, там, курицу какую-нибудь, именно в этой заправке он ест очень с удовольствием. Очень хочется узнать про ремонт. Какое покрытие на полу? Будет ли рум-тур? Ой, если вам это все еще интересно, то, наверное, мне стоит снять. Просто у меня такое ощущение, что вы уже все видели из моих влогов. И поэтому я думаю, зачем? Хотя, с другой стороны, мы же вообще ничего не рассказывали. Рассказывали, где какое решение, где, там, что, откуда мы взяли. Поэтому я думаю, что можно сделать рум-тур. Наверное, я займусь этим. Сейчас вот О я придумала. Я зафиналюсь с нашими организаторами пространства. Они мне все здесь делают, идеально расставят. И тогда, мне кажется, будет логично завершить данный такой большой труд, да, работу в несколько дней, я бы сказала, да. Это большая достаточно работа была проделана. И можно будет снять тур, где я расскажу, как все у нас устроено дома. А ОСК поделится техническими какими-то, не знаю, тонкостями. Потому что я вообще ничего не знаю. Я не знаю, что у нас на полу. Доска какая-то. Я не помню, как она называется. Вот, он все знает. Я думаю, что можно, да, все-таки сделать рум-тур. А то как-то, знаете, не по-блогерски уже год живем в этой квартире. И нету на канале ничего про квартиру. Хотя я сама, в принципе, люблю смотреть такие видео. Особенно, когда дом красивый. Вот, так что вы меня вдохновили. Спасибо, сделаем. Ты давно не увлекаешься кино, сериалами и музыкой? Просто некогда? Или считаешь, что ты уже слишком взрослая для этого? У меня как раз скоро выйдет приятный мой подкаст на тему дофаминовой зависимости. Короткие видео. И вот это вот, то, что это мешает мне жить и нормально фокусироваться на фильмах, сериалах. Мне кажется, что кроется в этом самый большой такой момент, что я теперь не так склонна смотреть фильмы и сериалов. Плюс у меня ребенок есть. И тяжело реально прям вовлеченно смотреть фильм. Легче всего включить интервью и поверхностно слушать. Короче, это много факторов. Меня это немножко бесит, то, что я теперь не так люблю фильмы и сериалы. Но ничего с этим поделать не могу. Не буду сейчас прям подробно отвечать на этот вопрос, потому что проспойлерю все темы, которые были в приятном подкасте. Но я думаю, что все те, кто чувствует зависимость от коротких видео, вы должны обязательно посмотреть выпуск. Я не знаю, когда он выйдет, но я вам обязательно дам об этом знать. А еще, кстати, вот что я не затронула в подкасте, скажу, что сейчас большая трудность в том, что я не смотрю фильмы и сериалы, это выбор. Мне тяжело сделать выбор. То есть как будто бы все крутые прям сериалы, которые есть на этом свете, я посмотрела, и дальше уже мне тяжело. Ну что-то выбрать такое, что, по моим ощущениям, меня зацепит. И от этого еще сложнее. То есть я могу полчаса листать, выбирать, включаю фигня, включаю следующую фигню. В итоге расстраиваюсь и ухожу. Возможно, с возрастом мне просто стало интереснее послушать какой-то личный опыт людей. То есть интервью, всякие шоу на видеохостингах. И этот мир меня привлекает больше, чем выдуманный мир кино. Потому что, по сути, из всяких интервью ты можешь очень много всего узнать. Я сейчас смотрю много интервью про предпринимательство, про открытие бизнеса. То, что тоже думаем в эту сторону, что можно сделать, что мы хотим, что про нас. В общем, и таким образом просто не хватает времени на фильмы. Стараешься из всего делать какую-то выгоду, пользу. То есть, да, смотрю что-то, но хотя бы интервью полезное, которое наталкивает тебя на какие-то мысли. Так, у нас получился с вами какой-то влог разговоров. Но, знаете, иногда этого не хватает. Давно не отвечала на ваши вопросы. Плюс знаю, что вы любите длинные влоги, а не вот эти короткие по 15 минут. Поэтому надеюсь, что вам было интересно это слушать.